Трое в Лондоне Не считая собаки На Авторадио Друзья мои, у нас в гостях Российская бегунья, чемпионка мира, Европы, России и самое главное Олимпийская чемпионка 30-х летних Олимпийских игр в Лондоне Беги на 3000 метров с барьерами Юлиан Зарипова Уууу Доброе утро Юль, привет Прямо когда меня объявляли, встать захотелось Не, не нахуй Про кого это думала? На самом деле сразу скажу По секрету, вот сейчас за рамками эфира Только перед тем, как появиться непосредственно Юля сказала, мне здесь страшнее, чем на дорожке То есть вот эти все церемонии, ответы на вопросы, встречи, комплименты Все как-то это непривычно И как бы я никогда не любила этого делать Придется привыкать Придется привыкать, как-то смириться с этим вот и принять это Мы-то должны привыкнуть к золотой медали у нас, понимаешь? На 3000 метров с предмяткой Так что уж будь добра, тогда держи ответ Юль, ну скажем честно, мы вчера всей нашей дружной компанией здесь болели Конечно, смотрели с удовольствием твой забег И удивительное чувство действительно нас посещало Насколько легко, а вот Юль, насколько легко бежит Прям в песне Ну как болт практически, понимаешь? Только с препятствиями И только дистанция длиннее Такой отрыв Что, знаешь, можно было еще взять телефон в Твиттер, выйти по дороге, там пофотографировать себя Я финиширую Жалко нас с телефонами просто не выпускают Как бы можно было бы С таким запасом, слушай, Юль, ну почему? Откуда такое преимущество? Как тебе это далось? Ну, тренировки, тренировки Ну, подожди Никакого мошенничества Пока ты тренировалась, другие ходили по магазинам, я понял Все, кто бежали, ну там же были серьезные конкуренты, ты же знаешь, да? С кем тебе нужно было выходить на дорогу Конечно Кого ты все равно особенно опасалась? Какую ты свою тактику разрабатывала? Все просто сложилось так в этот день? Нет, просто я была готова очень хорошо А они нет? Твои соперницы? Я лучше Подожди, физически готова или морально? И физически, и морально Потому что последние старты, начиная с 2008 года, я выигрывала официальные Были все предпосылки Поэтому, да, я, как бы, мне кажется, морально их задавила, наверное Да? Они меня боятся, потому что даже когда на разминке они бегали, в мою сторону косились Я думаю, а, значит, боятся Значит, уважают Это дополнительных сил придает вообще, когда ты понимаешь, что они боятся тебя? Конечно А вот эта самоуверенность, она не может сыграть, как бы, и отрицательную роль в тот же самый момент? Ну, самоуверенности не было, была просто уверенность Была уверенность в себе, это разные вещи Да Ну, в общем, да Если в таких тонкостях То есть ты хочешь сказать, что для тебя золотая медаль вот этой неожиданностью не стала И ты как-то так спокойно Да, я взяла золото Я олимпийская чемпионка Практически не переживаю по этому поводу Я, начиная с 2010 года, 2010, 2011, 2012 Европа, чемпионка мира Да, вот шла к этой медали Коммунистическое продолжение Да, золото, 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 значит, должно быть золото Я ехала только за золотом Я... Хорошо, Юля, а дальше что? Я уверен, человек Олимпийское золото – это вершина карьеры, да? А дальше что? Ну, еще мировой рекорд есть А, точно Тоже надо над этим вопросом поработать как-то, да? Да Ну, в принципе, в следующем году у нас в Москве чемпионат мира по легкой атлетике Дома тоже хотелось бы, конечно, не упасть В грязь лицом, да? В лужу лицом А там, в степочете этого добра достаточно, кстати Ваши, в принципе, спорт – это вполне оправдывает Почему именно эта дистанция, Юля? Почему именно вот такой странный вид спорта, да? Бег с препятствиями, да еще и с водой, грязью и так далее Ну, на самом деле, он очень интересный Вот простую дистанцию бежишь Скучно Скучно А тут препятствия, как-то ускориться надо, перебрать немножко Тут еще и яма с водой На самом деле, очень интересно Мне нравится Да, мне очень нравится А в жизни как-то помогало это, твое увлечение именно этим видом спорта? Убегать от кого-то? Убегать препятствия и убегать По пересеченной местности Убегать не приходилось Слава богу, да? Да, препятствия перелазить тоже Но надеюсь, что не пригодится Ну, если придется, то, думаю, что пригодится мой опыт Я думал, Юлия скажет Да когда мне бегать-то в нормальной жизни? Если у меня тренировки, тренировки и тренировки Так вот, расскажи про свой последний год, допустим Как ты готовилась к этой препятствии? Мы были постоянно на сборах с тренером Потому что я даже не отпрашивалась домой Потому что знала, что я к этой медали Я эту медаль хочу Я к ней иду И, значит, я должна добиться И мне надо потерпеть совсем немножко Годик Годик А там вот как вот, ну, семья, какой-то отдых Развлечения, я не знаю Муж всегда со мной на сборах Дочка тоже Периодически Да, родители приезжают вот с ней Иногда вот, когда мне приходится отлучиться на сборы Ну, со сборов я тоже езжу домой Поэтому скучать не приходится Видимся часто Ну, а твоя семья Приехали сюда как болельщики Или супруг, он работает в команде? Нет Я попросила никого не ехать Чтобы лишней нервотрепки не было Не переживать, да? И их не заставить так переживать И самой не переживать То есть семья ждет дома, да? Да, дома У телевизоров там уже говорят Телеканалов целая куча И к одной семье, к другой И приехали Понятно, понятно Им приходится отбиваться Дочь дает интервью, сколько лет? 6 А представляешь, что будет, когда ты вернешься домой? Я вот подумаю, надо этим вопросом возвращаться Возвращаться Кстати, по поводу возвращения, Юля У тебя будет возможность сейчас еще поболеть за своих коллег? Я завтра в 8 утра уже отчаянив Что же такое? Почему наши олимпийцы, я не знаю, как только выставят все их Жизнь не дают Чемпионат мира, тебе же сказал Ну понятно, чемпионат мира, чемпионат мира Он еще, так сказать, за горами Пока, пока за горами, да Юль, мы сегодня, так получается, у наших спортсменок У наших теперь титуловных здесь на лондонских играх спортсменок Проверяем ту информацию, которая появляется, соответственно Ну, вы же теперь, да, ну, суперзнаменитости в мировом масштабе Вы такое сделали для страны, вы такое сделали для спорта И, соответственно, появляется очень много всякой разной информации Уже мы вот тут обсуждали это в эфире Про тебя, значит, твоими же устами цитируют Что ты пожаловалась на олимпийскую деревню Мыл воды в номере нет, горячей воды нет, холодной водой моемся и так далее и тому подобное Это правда Ага Так, давайте чуть поподробнее Так, вообще, на протяжении всех олимпийских игр? В номере нет Именно в твоем? Да, именно в нашей квартире, где три комнаты, где, по сути, шесть человек должны жить Наступило плановое отключение горячей воды Да, там как раз жила Татьяна Чернова Вот я подумала, может быть, специально Потому что там... Нет, Чернова, многоборка Семиборка Да Я думаю, что из-за того, что там Энис вступает, думаю, чтобы конкуренцию Специально, да, убрать конкуренцию Отключить электричество, воду, газ и так далее И вот мы ходим купаться, ну, к девочкам в соседнюю квартиру Ну, вот вчера, допустим, после допинг-контроля я вернулась очень поздно Естественно, не пойдешь к ним И вот в холодной воде приходилось мыться Кошмар Слушай, приходи к нам Термосы Слушай, приходи к нам, правда, у нас есть горячая вода Далековато до вас Понятно Да, из олимпийской деревни То есть, неужели такие действительно плохие условия? Тут и на питание жалуются Да, в принципе, неплохие, но, вот, конечно, отсутствие горячей воды А чем-то объясняли? Вы же, я уверен, поднимали этот вопрос? Поднимали Каждый день к нам приходят, когда уборщики Мы говорим Мы говорим Они каждый день удивляются Как будто это новость А что, что? Да, да А руководство там, федерации, команды? Жалобы в ЖЭК, там, я не знаю Ну Сейчас-то уж что говорить, да? Сейчас-то чё уж Сейчас мне уже всё равно Скажи, пожалуйста, вот, руководитель федерации легкой атлетики Балкничёв Сказал, что ты доказала всему миру, что наша школа легкой атлетики самая лучшая А ты согласна с этим? Я согласна Или это слишком яркое заявление? Нет, я согласна, просто, может быть, сейчас немножко везения не хватает Но я думаю, что ещё многие виды впереди Ты имеешь в виду остальных спортсменов, да? Чтобы массово доказать вот это заявление? Да, да, но я думаю, ещё очень много видов, которые не начали выступать, что ещё всё придёт Я же открыла То есть наша школа лучше, чем китайская, Юля, или нет? Лучше наша школа, чем китайская? Конечно, лучше А чем? Тем, что это наша российская школа А другие, американские Ну, может быть, конечно, чего-то не хватает Какие есть отличия вот нашей школы, допустим, от зарубежных? Или у тебя не было возможности сравнивать? У меня не было возможности, да, сравнивать, как бы я не наблюдала Я знаю, у нас много пересечённой местности Это да, это факт, действительно Есть где побегать, как говорится Вот, больше смотрю всё на Юлю, да, и думаю Вот кто-то говорит, что получает даже бронзовую медаль, да, слёзы, там, да, это, там, пикарьеры Это такие чувства и переживания, что, ну, ради которых и стоит, собственно, заниматься спортом, да У тебя были такие же ощущения, когда ты получила эту медаль? Когда на тебя надели её? Ну, на меня не надели сейчас ещё медаль Олимпийской Награждения ещё не было Да, награждения ещё не было Но я уже представляю, даже когда я была на чемпионате мира, стояла на педестале и играл гимн Я просто понимаю, что стоит столько тренироваться, столько пройти трудностей, препятствий, не только на дорожке, но и в жизни, чтобы просто минутное удовольствие вот этого, да, стоит того А почему сейчас ввели за правило вот это награждение переносить на следующий день? Из-за позднего окончания? Скорее всего, я думаю, да, потому что у нас последние виды, уже зрители расходятся Зрители мало, да Там, говорят, даже ворота уже закрывают, там уборщицы начинают подметать, а тут ещё соревнования идут От награждения Да, слушайте, пробегайте уже быстрее, нам тут прибраться надо, домой пора Ну, молодец, ну что ж, желаем тебе этих эмоций в самое ближайшее время Награждения, да, церемонии награждения, которые мы, надеюсь, будут показывать по английскому телевидению или нет? Эй, вы там англичане Я надеюсь Будем на это надеяться Желаем тебе, естественно, успехов и рекорд, который ты хочешь побить Спасибо большое Ждём, ждём, ждём Я даже не думала, что столько народу, конечно, смотрит, наблюдает Конечно А как же, ну как же А знаешь, какая огромная армия авторадио? Знаю, сама слушаю Молодцы Итак, ещё раз, олимпийская чемпионка 30-х летних олимпийских игр здесь, в Лондоне, Юлия Зарипова Спасибо, Юлия, успехов Спасибо Счастливо Трое в Лондоне Не считая собаки На Авторадио Авторадио